Проверяем касочку Аркастана на прочность. Что она скажет? На, держи. Вот так распаковка российского снаряжения. Всего несколько уверенных ударов кулака украинского военного, и трофейная каска оккупанта практически рассыпалась на куски. Если этот шлем разбился от ударов кулака, о какой защите от пуль может идти речь? Похоже, военторги, в которых одевается российская армия для войны против Украины, не делают даже базовую проверку своих товаров перед отправкой на фронт. Но пока Минобороны РФ снабжает своих солдат картонными касками и самодельными бронежилетами, Кремлевская ТВ транслирует совсем другую реальность. В России создано совершенно новое снаряжение, которое превзошло ожидания военных. Раскрываются новые подробности о втором и третьем поколении комплекса боевой экипировки «Ратник». К примеру, в арктический вариант комплекса «Ратник» было вшито три теплоэлемента. Нагреватели находятся в районе груди и поясницы бойца. Работы теплоэлементов хватает на четыре часа. Такое оборудование незаменимо, например, при наблюдении, требующем длительного состояния неподвижности тела. Если это не очередное костюмированное шоу «Раша ТВ», и такая экипировка действительно существует, что безусловно очень маловероятно, ее почему-то забыли выдать российским солдатам. Ведь на самом деле так называемая «Вторая армия мира», которая пришла завоевывать Украину, состоит далеко не из универсальных солдат с кремлевской картинки, а из бомжей из неблагополучных районов какого-нибудь Урюпинска. Еще в начале полномасштабной войны весной боевики без славной путинской армии даже приноровились грабить украинские военные склады, чтобы поменять хотя бы свои лапти на украинские верцы. Слабое оснащение российской армии связано в первую очередь с тем, что, ругая НАТО на словах, российская Минобороны на самом деле попыталась украсть и приспособить у себя практику альянса по подготовке батальона тактических групп, говорят эксперты. В этом случае современную амуницию получают только отдельные батальоны. Реформа Сердюкова, так называемая, которая проводилась в районе 2010-2012 годов, имела своей целью перевести старую советскую армию мобилиционного образца, которая была до этого времени и не очень хорошо себя показала в двухсеченских войнах и войне против Грузии. Они начали создавать армию так называемого соединения постоянной готовности. Можем вспомнить 14-й год, Крым, когда именно вот части спецназа ГРУ заходили, они выглядели очень похожими на армию НАТО. То есть каски, эти очки тактические, форма, как бы все выглядело, как будто бы это очень похоже на современную армию. Но когда началось широкомасштабное наступление, в первые дни как раз были разбиты вот эти те самые части соединения постоянной готовности. Из них были сформированы те батальонно-тактические группы, которые были брошены на Киев, на Харьков, на южное направление, на Донбасс. Эти батальонно-тактические группы предназначены для быстрого выполнения военных задач. В Кремле, как мы помним, планировали взять Киев за 2-3 дня. Вот только оснащенные российские спецназовцы и десантники, которые пришли брать Украину, закончились еще в первой неделе полномасштабного вторжения. Буквально. А то, что от них осталось, больше напоминает советский военный музей на выезде. Видимо, в Кремле уверены, что на России развелось так много патриотов, что дешевле заменить человека, чем снаряжение. Скрытая мобилизация и формирование региональных батальонов не предполагают, что Кремль выделит лишние рубли на их экипировку. О том, что воевать россиянам уже давно не в чем и нечем, свидетельствуют и перехваченные разведкой разговоры. Ну а что, мы там побеждаем, нет? Я еб***ь, что мы-то? Мы не побеждаем. Ой, б***ь, приеду, расскажу. Я готов хоть завтра уволиться. Я разочаровался в нашей армии на все, б***ь, миллион процентов, б***ь. У нас нет армии. Мы воюем, знаешь? Знаешь, как мы воюем? Как, б***ь, в Великой Отечественной войну мы воевали, вот сейчас мы так же воюем. А у них, у них, у них, у них, у них новые технологии еб***ные. Они никуда, у них люди почти вообще не воюют, у них техника воюет, а у нас наоборот. Техника не воюет, потому что у нее нет, б***ь, она разъб***на, а воюют люди, б***ь. Штатных людей, вот у меня в полку штатных людей не осталось, б***ь. И где они? Ну, б***ь, или двухшотые, или просто рапорта на уволение написали и с*****. Несмотря на кремлевскую спесь и пафос, российская армия оказалась совершенно неподготовленной к реальной войне. И кого бы Путин теперь не назначил командовать так называемой спецоперацией, подготовиться задним числом не выйдет. В то время как ВСУ оснащены скорострельными САУ, российская армия пытается воевать с совковыми танками и гаубицами, которые просто разваливаются на ходу. Если у них будет припринята попытка все же проведения какой-то частичной мобилизации, даже без объявления военного положения по всей стране, но они могут объявить военное положение в некоторых регионах под этой эгидой, провести какую-то частичную мобилизацию, в принципе, уже по всей России, то там ситуация будет вообще аховая. Она будет похожа на ту ситуацию, которая у них сейчас вооружение военной техникой. Когда мы видим старый металл, мы видим там танков Т-62, бронетранспортеры, БМП. И дальше я могу просто предвидеть, что у них сейчас показывают, в принципе, сейчас кевларовые каски, хотя они там пробиваются почему-то кулаком. Возможно, сильные люди это делают на видео, но в любом случае так не должно быть. Но пока каски кевларовые в основном. Хотя уже некоторые мобилизированные подразделения, в основном это все-таки на Донбассе, пока мы видим, уже действительно в касках железных, то есть советская, уже какие-то советские склады пошли. Порой украинским киборгам бывает даже неловко за своих так называемых противников. Смотрите, плачьте, плачьте. Так называемое защитное снаряжение российских оккупантов, которое украинцы находят на свежеброшенных позициях, ничего кроме жалости и смеха не вызывает. Похоже, эту амуницию россияне приберегли со времен не Второй мировой, а еще Первой. Просто бомжи, люди, доди. Девять, да, ты, б***ь, б***ь. Б***ь, 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 б***ь. Б***ь, 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 б***ь. Б***ь, 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 б***ь. Б***ь, б***ь, б***ь. Парша светова. Российским солдатам от дедов, что воевали, достались не только бесполезные и неудобные каски, но и тяжеленные стальные бронежилеты с допотопной и болезненной защитой. Хотя даже с такой броней повезло далеко не всем. Части российского войска вообще пришлось использовать подручные средства. Посмотрите, это бронеплита российского солдата. Это же с какого пожарного щита изогнуто. Она еще и промаркирована, господи. А ну давай вторую достань. Смотрите на эту вторую армию мира. Оно покрашено. Ну, старались, красили. Что правда, эти громоздкие конструкции очень отдаленно напоминают современные бронежилеты из кевлара и керамики, в которые одеты, к примеру, те же украинские воины. Российские самодельные плиты не только давят и натирают, и защищают разве что от дождевых капель, но никак не от пуль. Ведь даже малый калибр 5,45 пробивает самодельную броню российских солдат насквозь. Из 5,45 обычного. А давай теперь две вместе. Конечно, российская пропаганда описывает снаряжение Росармии совсем не так. По их словам, выходит, мол, бронежилеты и защитные шлемы российского производства едва ли не лучшие в мире. В августе на военном форуме «Армия-2022» в Москве даже продемонстрировали якобы инновационные разработки российской амуниции. Это противоосколочный пакет, имеет класс защиты БР-1. Противоосколочная стойкость может достигать порядка 630 метров в секунду. Все зависит от требований заказчика. Если захотят, можно повысить противоосколочную стойкость путем утолщения. Есть у нас противоосколочное одеяло. Не имеет аналогов, то есть оно превосходит все возможные изделия, которые мы знаем, противоосколочные. Вот только увидеть эти аналоговнетные экземпляры российский солдат может разве по телеку. А для войны с мифическими бандеровцами Минобороны РФ выдает запылившиеся еще с советских времен образцы. И то, если повезет. То есть кроме Т-62 пойдет еще и форма 70-х, 60-х годов. Поэтому то, что мы сейчас видим, это еще не худшее, что может наступить для российской армии. И я уверен, что это скоро наступит. Потому что чем дальше будет провалов у них на поле боя, тем больше будет беситься, негодовать Путин. И тем больше будут генералы вынуждены скрывать вот эти вот склады, разворованные. Но тем не менее они будут там оттуда что-то пытаться достать, потому что как-то нужно будет отчитываться. Находки ВСУ на разбитых российских позициях больше напоминают не военные комплекты, а музейные экспонаты. В ассортименте у российской армии в 21 веке. Раритетные алюминиевые фляги для воды, советские шапки-ушанки, старые противогазы и даже пейджеры. Не повезло россиянам и с сухпайками. Большинство из них просрочено минимум на 7 лет. Пятнадцатый, блядь, ты понимаешь? Куда бросили этих пацанов? Так, подними, смотри. Пятнадцатый, блядь. Что там, блядь? Не думаю, что это х**а какая-то. Тушенка, х**а, короче, блядь. Посроченные пайки, вот ваши, смотрите. Российские солдаты, блядь, обращаюсь к вам, вам и, наверное, вашим матерям. Такими надо быть дебилами вашим генералам, чтобы, блядь, снабжать свою армию просроченными пайками. В кремлевском дворце собак кормят лучше, чем российских солдат в окопах украинских земель. Неудивительно, что убегая с позиции, россияне бросают старое оружие и дряхлую экипировку. Тем более, что у многих приоритеты, очевидно, совершенно другие. И ворованный телевизор важнее боевого снаряжения. И боевого товарища. Уровень подготовки российских солдат под стать снаряжению. Его просто нет. При отступлении оккупанты постоянно теряют своих солдат просто на ходу. А при атаках оккупанты часто обстреливают свои же позиции. Не так давно в Запорожской области, возле села Нескучное, россияне и впрямь развлекались, как могли. И в результате прицельного огня из РСЗО провели демилитаризацию своих же войск. Видимо, ко многим глупейшим маневрам россияне готовились заблаговременно. Интернет переполнен репортажами о нелепых случаях в рядах российской армии. Так, в Уссурийске в расположении 83-й бригады воздушно-десантных войск РФ несколько лет назад во время принятия присяги БТР переехал новобранца. В другом полку на учениях солдат российской армии самолично уничтожил бронетранспортер. Бравый солдат разогревал себе обед, разжег костер возле боевой техники. В результате этого маневра солдат сжег в угли не только свою картошку в мундире, но и замаскированный БТР. Очень по-русски. Как получилось? Говори, б***ь! Разогреть еду. Где ты хотел закопать? Копать еду, разогреть, б***ь? Что, где? Я землёй окопал участок, чуть-чуть поджёг. А где твой автомат? Вот мой, на 7 минут. А чей автомат там остался? Туши, б***ь, РПГ, б***ь! Сына, не б***ь, воду, б***ь! Как он загорелся, б***ь! Как он загорелся, б***ь, незаведённым! Знающие люди говорят, одной из причин высокой смертности среди российских солдат в Украине является не только плохое оснащение, но и отрицательная сообразительность оккупантов. Что сейчас происходит? Такого типа военной операции, по-моему, мир не видел. Неудивительно, что с самодельными бронежилетами, раритетными касками из музеев и просроченными сухпаями российская армия месяцами едва захватывает пол украинского села. Впрочем, на некоторых позициях российские солдаты всё-таки чувствуют себя в своей тарелке. Например, эта легендарная битва за курятник, вероятно, войдёт в учебники истории России и точно в сборники анекдотов Украины. Хотя, вероятно, и в этом сражении без потерь у россиян не обошлось. В СУ, кстати, недавно отчитались, что количество ликвидированных оккупантов перевалило за 50 тысяч. Это заставляет уже украинских солдат беспокоиться о снаряжении для российской армии. А точнее, об упаковке. Слава Украине! У нас есть одна проблема. У нас закончились чёрные мешки. Остались только белые. Орки, берегитесь. Будете как на свадьбе. Только мёртвые.